В Пестовском районе продолжаются работы на месте разлива нефтепродуктов. Эта тема стала одной из ключевых на сегодняшней двусторонней встрече губернатора Андрея Никитина и главы муниципалитета Дмитрия Иванова. Но речь шла и о развитии самого отдаленного района в целом. Первый вопрос о ликвидации последствий разлива дизельного топлива из-за незаконной врезки в магистральный нефтепровод около деревни Тимофеева. Работы идут круглосуточно, рапортует Дмитрий Иванов, но особенное внимание сейчас к питьевой воде. Опасности для жителей пока нет, уверяет Пестовский глава. Два раза в сутки берется анализ пробы. Пробы все отрицательные, нефтепродукты в реке не обнаруживаются. Также нами взяты 8 числа пробы с общественных колодцев, находящихся вблизи населенного пункта. Анализы нам будут поставлены 16 числа. На данный момент первичный анализ подтверждает, что в общественных колодцах нефтепродукты не обнаружены. От ликвидации ЧП перешли к положению дел в районе. В целом оно стабильное. За 10 месяцев бюджет исполнен на 80%. Растут налоговые поступления, но есть задолженности по зарплате и серьезные отставания по плану диспансеризации и вводу жилья. Особенное внимание ремонту Устюжинского шоссе. Первый этап уже реализован, доложил Дмитрий Иванов. К 15 июня следующего года дорогу должны будут сдать полностью. В целом, докладом главы Андрей Никитин остался доволен, но отметил, останавливаться на достигнутом не стоит. Ресурсы для развития есть. Район имеет все основания для того, чтобы вперед двигаться. И промышленный потенциал серьезный, и человеческий капитал. То есть люди у вас живут хорошие, добрые, талантливые. Поэтому, безусловно, область вам будет всячески помогать во всех ваших начинаниях. С новым, более вместительным школьным автобусом для школы в деревне Ахона и еще одним визитом в район поезда здоровья губернатор, к слову, обещал помочь. С первым в рамках одной из программ поддержки, а для второго местным властям нужно поторопиться и написать заявку на следующий год.